Стройбетон производит все марки товарного бетона и строго по ГОСТу. Иллинская Слободка, 42. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Начинаем программу прямой эфир на ТНТ Поиск. Сейчас весь мир следит за событиями Олимпиады в Рио. В ближайшую субботу в Клину мы ширкомасштабно отметим День физкультурника. И поэтому сегодняшнюю программу мы решили посвятить спорту. И пригласили для обсуждения этой темы специалистов, от которых зависит развитие спортивного движения в Клину. Я с радостью представляю наших гостей. Сразу скажу, что сегодня у нас их будет много. Во второй части к нам присоединятся еще специалисты, тренеры, директора школ. Итак, сегодня с нами в студии Елена Борисовна Уманская, начальник управления по делам культуры, физической культуры и молодежной политики Клинского муниципального района. Я вас приветствую и в этом амплуа в нашей студии. Сегодня с нами Владимир Гамеев, директор Клинской спортивной школы. Я вас приветствую. И также в студии Вадим Захаров, директор школы Олимпийского резерва Клинспортивной. Добрый вечер, уважаемые клинчане. Тоже немножко в новом амплуа для нас. Итак, я вас всех приветствую. Елена Борисовна, уважаемые друзья, не удивляйтесь. Елена Борисовна теперь возглавляет управление, в состав которого вошло и управление по спорту. Да, совершенно верно. С 1 января произведена реорганизация. И наше управление теперь курирует 4 направления. Это культура, туризм, физическая культура и молодежная политика. Сегодня я понимаю, что вы хотите развернуть перед нами всю палитру, как представлен наш спорт. Ну хотя бы в какой-то части, да, в районе. И с чем связано с тем, что вы пригласили и тренеров, и директоров? Я бы хотела, честно говоря, подчеркнуть выдающиеся успехи наших клинчан. А, соответственно, это не только молодые спортсмены, но это и тренеры. И, честно говоря, без хорошей организации, организационной работы директоров учреждений и школ, и спортивных учреждений вряд ли можно было бы добиться таких результатов. Вот. Я должна сказать, что, очевидно, клинчане знают, согласно указу президента Российской Федерации, у нас выстраивается вертикаль, и, может быть, даже новый какой-то статус будет определен, Министерство спорта Российской Федерации. И именно поэтому с 1 июля все спортивные школы должны были определиться. Часть спортивных школ возвращается в структуру Министерства спорта Российской Федерации, причем это часть, которая дает очень большие результаты с точки зрения большого спорта, профессионального спорта. И часть учреждений, которая осталась в структуре образования, и у них функция остается, образовательная функция основная, дополнительное образование детей. Вот. Именно поэтому сегодня в этой студии со мной сидят руководители наших ведущих спортивных школ. Статус спортивных школ нынче определен таким образом. Спортивная школа – это один статус. И спортивная школа Олимпийского резерва – это второй статус. Так что вот я очень рада, что в Клину есть действительно школы, которыми мы можем гордиться. И каждая школа представляет, во-первых, и определенные виды спорта, и, во-вторых, конкретные результаты, о которых, я думаю, расскажут нам директора школы. Владимир, можно первый вопрос к вам? У нас, наверное, старейшая школа спортивная. Сейчас какой этап в жизни школы? Вы на подъеме, в расцвете? Как считаете? Наша школа – равенница Великой Победы. 1945 год является годом создания школы. В жизни школы, как в жизни любого коллектива, живого организма, конечно, взлеты и падения будут. Но считаю, что в настоящий момент школа находится на подъеме. Ряд успехов есть. Успехи наши – это, конечно, победы в спорте. У нас только за последний год порядка 10 победителей и чемпионов первенства России, чемпионата, не говоря уже о соревнованиях рангов, рангам ниже. Какие спортивные направления у вас представлены, какие самые востребованные? В нашей школе представлены три направления. Отделение легкой атлетики, отделение художественной гимнастики, отделение плавания. Востребованы все три направления и с одинаковой интенсивностью. Ну, плавание-то особенно, наверное, сейчас, в основном, только-только открылся год назад бассейн, да? Это большое достижение. Сколько лет ремонтировались, напомните? Десять. Десять? Десять. Полностью загружено? Мало того, полностью с избытком. И если бы не нормы с АМПИНА, мы, конечно, бы увеличили число, но законодательство не позволяет число занимающихся. Если говорить о педагогическом, о кадровом составе, как вы укомплектованы, гордитесь своими тренерами? Безусловно. Безусловно. Это половина результата спортсмена, это квалификация тренера, его талант, мастерство. И 90% тренерского преподавательского состава имеют высшую первую квалификационную категорию. Я знаю, что у вас два отделения теперь уже имеют статус школы, отделение Олимпийского резерва. Что это значит для школы? Как получить такой статус? Не просто так. Ряд критериев есть, которые Министерство спорта предъявляет к отделению, которое мечтает получить статус Олимпийского резерва. Очень много, начиная с квалификации тренеров, начиная с материально-технической базы, достижения само собой. Определенное количество кандидатов мастера, мастеров за определенное количество лет. Должны быть победы на соревнованиях рангов и областных, и всероссийских, и России. И делегирование в сборную России, и хотя бы в сборную области определенного количества. То есть проверяется отделение по полной. У вас есть какие-то нормы? Сколько должны будущих олимпийских потенциальных призеров вы вырастите? Потенциальных олимпийских призеров? Да нет, конечно, безусловно, таких норм нет. И олимпийского чемпиона подготовить. Одна задача, раз в пятилетку прекрасного спортсмена с мировым днем. Я помогу, можно, Владимир Владимирович? Дело в том, что за последние десятилетия, когда спортивные школы были в структуре образования, это, на мой взгляд, повлияло очень положительно. Потому что в структуре образования, прежде всего, мы знаем, это дисциплина, прежде всего, это работа с документами, это программные требования. И, на мой взгляд, как раз вот за последнее время школы именно были направлены еще и в эту сторону, потому что работа с документацией, подготовка программ, в том числе и Олимпийского резерва, это очень большая ответственность. И когда мы с директорами были на совещании в Министерстве спорта, то прежде всего обращалось внимание на то, с какими программами школы будут переходить в спортивную школу или школу Олимпийского резерва. Безусловно, здесь ставится результативность, безусловно. И соответствующий состав тренеров, понимаете. И плюс, вот Владимир Владимирович, он как бы скромно характеризует результаты школы, но если наша школа принимает участие в спортивных соревнованиях российского уровня и в Московской области сборная, то 5-6 человек из Клина представляют наше муниципальное образование. И в командных соревнованиях первое и второе место занимают. То есть это уже результат. И если наши ребята в возрасте 14, 15, 16 лет получают кандидаты мастера спорта, а есть такие ребята, сейчас Вадим Викторович об этом будет говорить, которые в 15 лет становятся мастерами спорта, я думаю, что это как раз показатель огромной результативности деятельности коллектива спортивных школ. Владимир, мы как раз поинтересовались у вашего, одного из ведущих тренеров, у тренера по гимнастике Галины Галкиной, как воспитать олимпийского чемпиона. Давайте послушаем тех, кто работает непосредственно с детьми. Я попрошу наших специалистов включить интервью Галины Галкиной. У олимпийского чемпиона воспитать довольно-таки трудно. Для этого, ну именно в гимнастике, надо, чтобы были у ребенка внешние данные сначала. То есть худенькая, длинноногая, красивая. Потом должна быть гибкость у ребенка, координированность должна быть у ребенка. Ну и, конечно, работоспособность. Без нее олимпийского результата не достигнуть. Что главное по что делать? Тренера главное научить ребенка, чтобы он умел самостоятельно работать, самостоятельно добиваться каких-то результатов. Вот показал ему тренер, направил его, дальше идет именно работа ребенка. То есть он должен добиваться этой цели поставленной. А что вы можете пожелать начинающим спортсменам? Главное, чтобы они знали, что они хотят, поставить перед собой цель и добиваться ее. Совершенно четко и верно. Вадим, наверное, у вас те же задачи стоят, да, школы? В общем, моложе, в 2004 году организовались. Как у вас обстоят дела? По каким направлениям работаете? Ну, Виктория, да, конечно, нам не сравнится с Линской спортивной школой. Мы, наверное, как папа и внук, вернее, дедушка и внук. Но к радости мы еще не успели. Ну, правда, мне кажется. Ну, согласен. Ну, давайте, из ревности. То есть мы еще не успели познать горечь провалов, да, то есть школа пока только идет, будем так говорить, с увеличением своих мощностей, с выдачей на гора результатов, с воспитанием наших, именно наших деток клинских. И в школе есть чем гордиться за, я считаю, очень-очень маленький срок работы школы. Будем так говорить, что если в 2004 году мы получили, лицензировались в сентябре месяце, мы в 2011 году, в 2011 году уже заработали, получили статус Олимпийского резерва. То есть это очень короткий срок, за который, в принципе, я считаю, что мы из простой детско-юношеской школы смогли вырасти уже в школу Олимпийского резерва. И, конечно, подавляющее большинство результатов, два отделения у нас такими локомотивами идут, это шорт-трек и тяжелая атлетика, которые, все, что у нас есть международное, я уже не говорю про перенество чемпионата России, это только их заслуга. Но самый массовый, это, как и всегда, в Клину развивался хоккей, он сейчас есть, и мы всеми силами очень стараемся его дотянуть до отделения Олимпийского резерва. Я думаю, что следующий цикл, то есть статус подтверждается раз в 4 года, в Олимпийский цикл, мы подтвердили его в 2015 году, теперь должны подтвердить его в 2019 году. Я очень надеюсь, мы приложим, чтобы у нас хоккей вошел, стал отделением Олимпийского резерва. И у нас тогда будет замк, у нас все 4 отделения, включая фигурное катание, фигурное катание сейчас имеет статус Олимпийского резерва. Ну, я думаю, что мы в 2019 году и хоккей туда же будем очень стараться. Понятно, то есть перспективы уже немножко поняли. Ну, хоккей, исконный спорт, вклинулся, ну, такая славная история, там, начиная с «Химика», «Титаны», зимний стадион, сам в свое время поиграл на зимнем стадионе, и жалко, что вместо него сейчас дом стоит. Ну, нельзя убирать объекты спорта, нельзя, в центре города тем более. А чтобы сопоставить, сколько в школе вашей занимается воспитанник? Ну, смотрите, среднестатистическое, будем так говорить, по отчету, который мы сдаем, в прошлый год был, на начало года, вернее, этого было 586 человек. Ну, это среднестатистическое. Ну, у меня больше гораздо. На бюджетном отделении Клинской спортивной школы 1100 человек занимается. Помимо этого, есть такой термин, охват населения. Охват еще 2000, я поясню, это школы Клинского муниципального, которые не имеют в своих спортивных залах, на нашей базе проводят уроки в физкультуре, в бассейне, в большом, они же, так что, ну, спортивное сердце города. Вернемся еще к шорт-треку, который стал очень таким серьезным и практически локомотивом, в каком-то смысле, да, одним из видов спорта, который сейчас у нас у всех на слуху. У нас есть возможность послушать Виктора Григорьева, который работает у вас на базе, послушать отца олимпийского чемпиона, о том, какие у нас есть условия для того, чтобы воспитывать спортсменов и стремиться к высшим достижениям. Если говорить по России, у нас все есть для того, чтобы спорт высших спортивных достижений, он был всегда. Потому что, я знаю, проезжали к нам специалисты, можно сказать, родитель одного из ведущих спортсменов Канады, вот, и посмотрел, как живут наши спортсмены на олимпийской базе в Новогорске, и сказали, таких условий в мире нет, как в сборной России. А то, что говорит, у нас клянук, конечно, у нас есть над чем работать. У нас нет инвентаря недостаточно, то есть за родительские деньги мы порой покупаем. Не хватает комбинезонов, защитных, нет. Конечно, хотелось бы наших спортсменов видеть на пьедестале почета, они у нас всегда стоят в красивой экипировочной форме, чтобы выражалось, видели, с какой региона, с какого города. В принципе, хотелось бы еще немножко льда, такое, чтобы мы немножко были ограничены от хоккея, чтобы один ведовый у нас принадлежал хоккею, там, каким-то прокаточным дням, а чтобы один каток был в фигурном макатании и шатреку, чтобы качество льда у нас не портилось. А так, в принципе, мы довольны, что у нас есть лед, есть свой дворец. Ну, мне кажется, фигуристы всегда хотят своего льда, хоккеисты своего, шартретисты своего, но главное, что у всех уживаются и дают результаты. Ну, Виктория, я просто могу сказать одно, что на самом деле для каждого из этих видов спорта лед должен иметь свою условно-консистенцию. А, есть специфика. Для кого-то жестче, для кого-то мягче, для кого-то еще мягче. И поэтому, на самом деле, невозможно, как, не знаю, просто кран с горячей, с холодной водой взять. И у нас же, условно, там идет хоккей, потом через заливку, через 15 минут шатрек начинается, а температура льда у одних и у других разная абсолютно. И нельзя повернуть краник, чтобы мгновенно... То есть, условно, лед там меняет градус или два в течение суток. Ну, это, в принципе, нереально. Когда каждому идеальный лед. Да, мы все думаем, что лед тут, ну, лед и лед. Как будто, да, он скользкий, а оказывается, для кого-то жестче нужен, для кого-то мягче. А у нас сейчас в основном для кого лед? А у нас в основном для всех лед. В основном для всех. Усредненный вариант. То есть, не совсем устраивающий третистов, не совсем хоккеистов. Я вам просто скажу одно, что в связи с тем, что хоккей начал приобретать настоящие массовые размеры. То есть, мы просто не умещаемся, конечно. И шорт-треку очень бы хотелось намного больше льда уделять. Потому что народу много. То есть, Олимпиада 2014 года дала такой толчок к развитию детского спорта. Вы это ощущаете, да? Мы не просто ощущаем. То есть, у нас, условно, 2013 год был провальный. Я думал, что мы... Набора вообще не было. Народ не шел. Ну, вот не знаю, с чем было связано. Олимпиада, короче, толчок дала сумасшедшие. То есть, народ продолжает идти. Вот не дали, как сегодня звонок был от трехлетней мамочки. А от трехлетней мамочки. Мы в хоккее не опоздали? От трехлетней? Три года, я вам серьезно говорю. Это не первый звонок. Это регулярно. Люди уже боятся опоздать. Приходом в школу. Это о чем-то говорит. Да, это прекрасный инструмент пропаганды. Здоровый образ жизни, спортивный. Конечно, конечно. Елена Борисовна, хочу поинтересоваться. Все-таки видно, что массовый спорт развивается, интерес высокий. Вы как это видите изнутри, изнутри управления? Ну, вы знаете, честно говоря, когда я начала заниматься вопросами физкультуры и спорта, я была приятно удивлена, что очень много талантливых, образованных людей, тренеров, руководителей, которые серьезно занимаются развитием спорта в Клину. И вы знаете, вот к вопросу, о котором сейчас говорит Вадим Викторович, я тоже отношусь очень серьезно. Он даже, я бы сказала, параллельно с озвученной культурой. То есть в сегодняшнее время, чем раньше родители отдают своего ребенка и профессионально ориентируют его, именно профессионально. Потому что сейчас перед школами встанет вопрос о том, как подготовить к Олимпийскому резерву. Вот тренер мне не зря сказал, что это очень сложно. Но самое главное еще и возрастной уровень мы не можем перешагнуть. Ребенок пришел в 7 лет, мы не можем перешагнуть ступень. И в 10 лет, чтобы он, допустим, так же тренировался, как если бы до этого он тренировался 5 лет. Поэтому чем раньше, тем лучше и в спорте, и в культуре. И, безусловно, я, например, понимаю, сейчас еще больше понимаю, о чем говорит президент, когда он обращается к профессиональным спортсменам, говорит о том, что нужна модернизация, нужна новая программа. Вот мне было очень интересно слушать выступление Фетисова в программе у Соловьева, который говорил о том, что я профессиональный хоккеист, но на сегодняшний день, на мой взгляд, очень важно, если в первом классе дети будут изучать шахматы и шашки. И у нас в Клинском районе мы уже готовим эту работу. То есть мы готовы с 1 октября развивать вот этот вид дополнительного образования. Понимаете? Потому что именно этот вид спорта развивает логику, абстрактное мышление, то, чего не хватает очень многим учащимся. И мы сами видим, что такое потеря логики и потеря абстрактного мышления. Взрослый человек не может связать, допустим, исторические факты, которые происходят в нашей стране или за рубежом. Это очень плохо. Плохо также, когда дети зависят от гаджетов. То есть он не знает, он логически не может выстроить цепочку, не может построить элементарный ответ на вопрос. Вот поэтому еще раз повторяю, чем раньше родители приводят своих детей в спортивные залы, тем лучше. Лена Борисовна, какие сейчас самые актуальные вопросы для сферы спорта у нас? Ну, на мой взгляд, конечно. И то, о чем говорил Виктор Владимирович, это самое главное. Это база, безусловно. База, потому что строительство спортивных сооружений, несмотря на то, что в нашем районе 274 сооружения, 274, это имеется в виду и учреждения, и на открытом воздухе футбольные поля, или хоккейные коробки, воркаутные площадки, спортивные площадки. То есть 274 на территории Клинского района. Я считаю, что, конечно, вот ФОК, который, так сказать, администрация строит в Акулова, это важнейшее просто наше спортивное сооружение, которое даст возможность развиваться видом спорта. Но не менее важно, у нас в районе более 800 человек, инвалидов, сегодня занимаются различными видами спорта. Это очень важный момент. Понимаете... А где они занимаются? Они занимаются у нас в различных спортивных сооружениях, но сейчас очень большое внимание уделяется адаптивному карате. Ну, вы понимаете, да, что сейчас еще и плюс модно, Клин начал этим заниматься год назад. И когда у нас была федерация российская в гостях, они увидели, значит, Соколовский руководитель федерации, когда увидели показательные соревнования наших деток-спортсменов, была сказана фраза, что у нас однозначно большое будущее, потому что наши спортсмены, скорее всего, будут включены в сборную Российской Федерации. Такие быстрые успехи. То есть мы по различным видам спорта, что называется, семимильными шагами идем. Поэтому, на мой взгляд, нужно больше ставить спортивных площадок, воркаутных площадок. Может быть, просто элементарно для того, чтобы и взрослые, и дети могли как-то, так сказать, развивать свои навыки спортивные, а затем, определившись, уже могли определить, в какое учреждение им пойти. В спортивную школу? Или если они уже не попадают по возрасту в спортивную школу, то тогда в наши, так сказать, спортивные клубы. Спортивные секции. Вот мне кажется, давайте послушаем сейчас телезрителей, потому что уже есть звонки. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Ольга зовут. Очень приятно. Я хотела бы задать Елене Борисовне вопрос. Поймала ее на слове, что чем раньше заниматься спортом и культурой, тем лучше. Моему внуку три года было. Мы обегали весь клин, его никуда не брали. Никуда. Ни в спортивную, ни в школу искусств. И вот год назад, извините, мы на шорстрек отдали, он сейчас у нас занимается. И вот даже хотели отдать в школу искусств куда-то там, ну, там, направление прощупать. И никуда, только после шести, после семи лет. Хороший вопрос. Хотелось бы это все исправить. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ольга, да? Да, Ольга. Без отчества. Запишите телефон, пожалуйста. 25721. Запишитесь ко мне на прием. Я решу вашу проблему. Отлично. Мы только сегодня в музыкальной школе, я проводила большое совещание. Мы как раз говорили об этом. Понимаете, не все педагоги, к сожалению, берут на себя ответственность заниматься с маленькими детьми. То есть это определенная методика. И так как я сама училась в Свердловской консерватории, я отлично помню, что уже в 80-е годы активно шла вот эта подготовка детей именно с 3-4 лет. То есть детей можно учить музыке, играть без знания музыкальной грамоты. Но это методика, которой педагог должен владеть. Поэтому у нас некоторые педагоги берут на себя такую, так сказать, ответственность. Не все. И надо просто разобраться, что, так сказать, нужно вот для вашей семьи. 25721. Запишитесь ко мне на прием, я решу вопрос. Хотела поинтересоваться, с какого возраста в спортивных школах принимаете детей? 7 лет. Бюджетное отделение. Ну, как бы должен социально адаптированным быть ребенок, чтобы он нормально слушал команды тренера. Должна быть физиология, должна дорасти у него до занятий спортом. Суставно-связочный аппарат должен окрепнуть, чтобы травму не нанести. Безусловно, физкультурой заниматься можно из 3-х лет, но очень дозированно. Обязательно должен этим заниматься специалист высокоуровня, с программой, с опытом в этой области. Ну, не так просто. Хотела бы задать такой вопрос. Ну, нетрудно заметить, что в последние годы у нас есть как будто бы модные более виды спорта, какие-то менее модные. Там фитнес у нас был, бодибилдинг на слуху. Вот вы всех, хочу спросить гостей, как вы относитесь к такой моде? И как вы считаете, какие виды спорта нам нужно больше развивать в нашем районе? Ирина Борисовна, с вас можно начать? Ну, понимаете, вообще надо, наверное, радоваться, что в последнее время люди стали действительно активно заниматься своим здоровьем. Вот, да простят меня зрители. Я в молодости занималась, несмотря на то, что музыкант, занималась спортом практически профессионально. И, так сказать, конькобежным спортом, и велоспортом. И в консерваторию за весь курс давала бег на лыжах. Поэтому я хочу сказать, что когда человек занимается своим совершенствованием, то есть и, так сказать, своим телом, мы должны это только приветствовать. Другой разговор, что всегда есть определенная грань. Если этим человек занимается профессионально, тогда это как спортивное соревнование бодибилдинг, да, потому что фитнес, аэробика, и вообще фитнес – это как бы вытекающие из бодибилдинга. И, естественно, люди, вот фитнес здесь что-то, так сказать, людей что здесь привлекает? Музыка, движение, спортивные, танцевальные, понимаете, плюс общение, интерес. Конечно, я, например, только приветствую. Я знаю, что у нас фактически переполнены все залы. Любителей и желающих заниматься фитнесом все больше и больше. Вот, так что только приветствуется участие. Очень хорошо, что здоровый образ жизни вошел в моду, как вы правильно заметили. Ну, а все виды спорта должны одинаково, параллельно развиваться. Ну, не могу предпочтения какому-то одному виду спорта отдать. Ну, конечно, легкая атлетика – это королева спорта у нас была еще с советских времен. Ну, и говоря о всех остальных, не могу поставить на ступеньку ниже какой-то из видов спорта. Вадим, а вы какого мнения? Ну, Виктория, да я не буду оригинальным. Хоккей, тяжелоатлетик, шорт-трек, фигурное катание. Давайте еще послушаем наших телезрителей. Это можно я добавлю. Художественная гимнастика и плавание. И можно я тоже так-то добавлю. Ну, мы сейчас послушаем телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Елене Борисовне. Да. Почему у деток, занимающихся греко-римской борьбой в Ледовом дворце, забрали зал? Угу. Что за ситуация? В греко-римской борьбе когда забрали зал? Ну, так забрали зал. У нас 20-го числа будет собрание. С тренером созванивали. Тренер сказал, что в Ледовом дворце мы больше не занимаемся. Нас переселили в 14-й год. Спасибо, что вы позвонили. Я все уточню. Угу. У меня такой информации нет. Я уточню. Елена Борисовна, как с вами связаться и мамам уточнить? 2-57-21. Я, поймите меня правильно, я очень часто, так сказать, в администрации, в учреждениях, поэтому у меня нет секретаря. 2-57-21. Работают наши специалисты. Они запишут ваш телефон. Я обязательно свяжусь и обязательно, так сказать, помогу вам решить вопрос. Из новой программы «Прямой эфир». Сегодня мы говорим о спорте в нашем Клинском муниципальном районе. Мы пытаемся сегодня объять необъятные все виды спорта, хотя бы затронуть и обсудить. И сегодня к нам присоединились к беседе еще Виталий Иванов, директор спортивной Клинской школы по футболу. Я вас тоже приветствую. Аристина, здравствуйте. И с нами сегодня побеседует еще Аркадий Нестерев, председатель Федерации тенниса нашего района. Добрый вечер. Я вас приветствую. Если можно, сразу с места в карьер. Вот по поводу школы по футболу. Говорят, что у вас секции переполнены. Так ли это? Да, действительно, наша школа уже осуществляет свою деятельность с 1 августа 2003 года. На данный момент в ней занимается 486 человек в возрасте от 6 до 18 лет. В 2015-2016 учебном году у нас открыто на бюджетной основе 30 групп возрастных, включая и одну группу девочек. Ежегодно ребята участвуют в различных соревнованиях, муниципальных, областных, всероссийских и международных соревнованиях. И нередко добиваются отличных результатов. На протяжении последних трех лет наша школа является бронзовым призером первенства Московской области по футболу в клубном зачете. Среди юношеских команд высшей группы. Команда 2003 года рождения у нас три года подряд занимает первое место, является победителем первенства Московской области по футболу среди детских и подростковых команд. А в 2015 году эта команда заняла второе место в международном футбольном фестивале «Весенний Краснодарский кубок Краевой Федерации Футбола». Чувствуется, что знаете и любите свое дело. А как, на ваш взгляд, в командах есть потенциально будущие очень известные игроки? Детей очень, как вы правильно сказали, много занимается. Есть действительно и талантливые, и перспективные мальчишки. Но это очень большой труд. Правильно сказали в интервью. Воспитать олимпийского чемпиона очень трудно. Также и в футболе. Стать футболистом очень достаточно нелегко и тяжело. Но надо сказать, что за последние три года трое наших воспитанников перешли в организации более высокого уровня для повышения своего профессионального мастерства. Это Яшин Михаилом, 2002 года рождения, перешел в московское «Динамо». Елисеев Егор в училище Олимпийского резерва, номер 5, это мастер Сатурн бывший. И Сидоров Ростислав, 2001 года рождения, в «Спартак-2», город Москва. И ваш тренер Вадим Шаталы тоже говорит о том, что достаточно много занимающихся. Давайте послушаем его взгляд на этот вопрос и послушаем его мнение. Достаточно много занимающихся у нас, ребята. Я вижу, что идет с каждым годом увеличение и увеличение. Но, к сожалению, условия, которые у нас есть, они не совсем хорошие. Большие проблемы возникают зимой, хотя у нас есть поле, мы готовим его. Но, опять же, маленьких детей мы сюда не можем запустить. Почему? Потому что, опять же, мороз, болезни. Нет у нас современного фока для спортивных игр. Это очень серьезные проблемы. Получается, что работой на протяжении 7 месяцев мы работаем в плюс. И 5 месяцев, которые зимой мы работаем менее качественно, просто, опять же, не от нас зависит, у нас получается минус. И качественного скачка нет. Чтобы достигать серьезных результатов, нужна, конечно, материально-техническая база. Там, да, можно говорить, что маленькие зарплаты у тренеров. Но я считаю, что зарплаты на сегодняшний момент достаточно неплохие. Но не хватает именно сделать последний скачок именно в материально-технической базе. Потому что без тренировок, без неоднократного метра повтора, то есть серьезных результатов добиться очень сложно. А молодым сейчас спортсменам что посоветует? На что обратите внимание? Посоветует, пожелаете? Ну, молодым футболистам я всегда советую. Прежде всего, труд и работа. И если, опять же, мальчик начнет работать, трудиться, понимать, что в футболе все-таки главная и команда, и коллектив, а он один из винтиков этого коллектива, этого механизма, то все у него получится. Ну, видимо, действительно все получится, потому что мы понимаем уже по словам тренера, что система есть, занимается очень много ребят. Елена Борисовна, вы нам сказали сегодня о том, какое место займет ФОК, и в том числе, видимо, и эту проблему он решит. Ой, мне трудно сказать, потому что, вы видите, я почему так вздыхаю, потому что каждый из тренеров, он действительно видит только как бы узкую проблему, свою личную, да, связанную с определенным видом спорта. Это правильно. Конечно. Это правильно. Вот я сижу и вздыхаю, как мне, чиновнику, помочь решить в целом вот эту задачу, потому что встанет сразу вопрос, так же, как вот лед. Сколько у меня будет зал, сколько групп я смогу, так сказать, в этом зале провести занятий и так далее, там подобное. А ведь у нас очень много видов спорта, да, кроме футбола еще, так сказать, масса других занятий. Поэтому, ну, мы постараемся хотя бы построить ФОК и решить однозначно чьи-то проблемы, какого-то вида спорта. Может быть, вот, например, инвалиды, они говорят о том, что им тоже нужен отдельно ФОК. А ведь ФОКи, фактически, да, они строятся по областной программе. Мы ФОК строим пока за счет муниципалитета. И я надеюсь, что нам все-таки удастся решить вопрос, чтобы войти в программу, тогда быстрее просто будет решен вопрос по строительству спортивного сооружения. Ну, а в целом, на мой взгляд, в спорте, так же, как и в музыке, очень важны традиции. Это точно. Очень важны традиции. И каждый из тренеров, который выступал, он прежде говорит о труде, прежде всего говорит о времени, и каждый, наверное, думает о том, чтобы молодой спортсмен выполнял те рекомендации, которые дает ему тренер. Вот тут очень важно, чтобы, знаете, была беззаветная преданность воспитанников и преподавателей, тренеров. Я, естественно, постараюсь от лица администрации, совместно с администрацией Клининского района, создавать как можно больше условий для развития различных видов спорта. Ну, традиционные виды мы вот сегодня уже озвучили. А дальше вы уже найдете компромисс. Когда и в какое время кто будет заниматься на каких площадках? Давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот, выступающим всем в прямом эфире, в том числе Елене Борисовне, которая очень много внимания уделяет развитию спорта в городе нашим в Клину, здоровья пожелать, счастья и долгих лет жизни. Спасибо. Спасибо вам на твоем слове. А вопрос у вас есть к нам? Ну, вот, это доктор говорит. Понятно. Ну, от доктора пожелание здоровья. Тем более, да, приятно. Спасибо огромное. Спасибо. Давайте теперь немножко коснемся тенниса. Ведь у нас есть федерация тенниса. Я хотела поинтересоваться, когда у нас возникла? Федерация наша возникла в конце 90-х годов, как некая такая самоорганизующая организация. То есть, в отличие от всех, кто был до нас, это не было... То есть, нет такой базы, которая была бы построена, и там был бы организован спортивный процесс тенниса. Наверное, будет интересно сказать, что одним из первых людей, кто начал в Клину играть в теннис, это был Модест Ильич Чайковский. Чайковский. О, понятно. И об этом... С него правильный пример. Да, да, да. И об этом написано на нашем сайте, clintennis.ru. В качестве вступления мы попросили одного из старейших наших теннисистов, Юрия Георгиевича Ковалевского, написать вступление. И вот там он очень подробно об этом пишет. Мне кажется, это очень такой интересный исторический факт. И мы, как Елена Борисовна сказала, традиции надо поддерживать. Мы стараемся эти традиции держать. Как раз в конце 90-х годов на стадионе строителей появились первые грунтовые хорошие корты. До этого в городке был корт, но он был в ведомстве Министерства обороны, поэтому все-таки первые корты – это на стадионе строителей. И вот когда там закипела теннисная жизнь, вот инициативная группа сформировала определенные правила, и мы стали организовывать теннисные турниры в городе, потому что любителей много, дети тоже хотели заниматься. И как раз, если вы помните, в конце 90-х годов был очень большой подъем в российском теннисе. То есть Борис Николаевич Ельцин… Мы помним, почему, да. Да, Борис Николаевич Ельцин был ярым таким сторонником этого вида спорта, пришли большие успехи. И как следствие, сразу родители захотели, чтобы дети играли в теннис, и появился спрос. Ну, и вот появились корты, появились тренеры. Этот процесс надо было как-то организовать. Мы постарались сделать именно это, и вот так возникла федерация. А сегодня большое число людей вы объединяете? Сегодня ситуация такова, что около ста детей играет в теннис, и около ста тридцати взрослых, мужчины, женщины, юноши, девушки. Вот это общее такое приблизительное количество. Мы немножко по-другому образованы, нежели вот большие спортивные наши объекты. У нас есть несколько площадок, которые находятся в ведении того же Титана или того же Химика. Поэтому получается, что там тренеры работают, у них есть группы, но, как вот я вижу, задача федерации, это некое организующее направление, то есть чтобы мы как-то вместе обсуждали те проблемы, которые возникают, организационные. А они обязательно возникают в процессе такой жизни. Помогали, опять же. Тут была такая ситуация, что одной из наших звездочек, Даша Кружкова, мастер спорта, она член сборной России по своему возрасту. И надо было ей помочь с тренерским процессом. Ну, пришлось пойти, написать письмо в управление с тем, чтобы на стадионе Химики выделили время. Казалось бы, вроде бы, кто должен этим заниматься? Ну, вот в данном случае я считаю, что как раз федерация может в этом отношении какую-то свою роль играть. Ну, плюс ко всему еще, вот мы организуем турниры, порядка 15-20 турниров ежегодно, согласно календарю, проходят однодневных. Плюс у нас идет зимнее первенство и летнее первенство среди мужчин и женщин. Детские турниры Владимир Романович Горбунов организует на Химики. 13 в этом году, 13 турниров. Из них 4 российский теннисный тур и 9 турниров муниципальных. Ну, это такая вот теннисная жизнь. Бурная жизнь. Бурная, да. И следует отметить, что мы не замыкаемся внутри клина. У нас очень тесное отношение с тверскими теннисистами, с федерацией тенниса Твери. А это большая достаточно организация. С Дубно очень приятное отношение с Дмитровым. В свое время, ну, сейчас мы как-то немножко потеряли эту форму, а был период, мы очень активно играли команду на команду. Потому что теннис это индивидуальный вид спорта, с одной стороны. Но вот были найдены такие форматы, когда команда выезжает, и порядка 10-15 человек играют в различных форматах. И по общему зачету, соответственно, появляется победитель. Ну, невероятный накал страстей, и дух команды возникает. Очень приятные и очень интересные события. А какие вы перед собой какие-то задачи ставите? Куда стремитесь? К чему стремитесь? Какие задумки на ближайшее время? Мне бы хотелось, знаете, во-первых, поблагодарить то, что первый раз пригласили поговорить о теннисе, потому что он давно все-таки в Клину существует, и есть проблемы, безусловно. К сожалению, их трудно решить. Вот сейчас мы и слышали, Вадим Шаталин говорил об Азии, и эта проблема одна и та же. Было два корта на строителя, играло 50 человек. Стало 4 корта, стало играть 250 человек. Понимаете? Ну вот я говорю, 100 человек детей, 130 человек взрослых. Будет еще корты, значит, будет еще больше людей играть. Это прям пропорционально зависимо. Поэтому, конечно, наверное, самое главное, это чтобы росла база. Приятно то, что на стадионе Химик обсуждался вопрос о расширении именно теннисного направления. и есть задумки у частных инвесторов по этому поводу, что там появился профессиональный теннисный центр. И я думаю, это просто прорыв будет, конечно, в клинском теннисе. Вот какая задумка. Профессиональный центр теннисный в Клину. Ну, это на самом деле и есть. Как вот и появилась ледовая арена, сразу заговорили о большом хоккее. Спортивная школа есть, есть перспективы Олимпиады, например, да, там футбол, уже ребята пошли играть большой футбол. Так что мы вот ожидаем, что у нас тоже будет. Виталий, а вот у вас хочу поинтересоваться. Вы, кроме про базу мы уже поговорили, вы какие перед собой задачи ставите, к чему стремитесь в ближайшее время? Ну, у нас, мы сейчас, у нас первенство Московской области по футболу проходит. То есть у нас главные соревнования для наших ребят это участие в официальных соревнованиях первенства и Кубка Московской области по футболу. Мы участвуем сейчас с юношескими командами в высшей группе. Чуть выше нас находится премьер-группа, где уровень, так скажем, школ чуть выше. Поэтому, ну, конкретных таких результатов и сверхзадач мы перед собой не ставим, но было бы хорошо, если бы у нас все получилось, и мы играли, наши мальчишки играли в этой премьер-группе. Понятно. Центра футбольного пока не замыслили. Уже хорошо. Елена Борисовна, я думаю, выдохнули. Давайте послушаем еще телезрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас говорили о том, что у нас мало места для тенниса. Мы живем в Таллицах. У нас такое огромное поле пустует, зарастает. Вот сюда бы теннис к нам, мы бы поиграли. Отлично. Кстати, у вас осталось только определить, что за темно. Это у тренадцатой школы такое большое-большущее поле. Пустое. Разрастает, зарастает. И футбол поиграть. А теннис вообще бы прекрасно был. Спасибо. Спасибо вам за вопрос и за такую инициативу, Елена Борисовна. Я записала, да. Вот идеи. Конечно, сегодня все говорят о Олимпиаде, о разных видах спорта. Сегодня у нас уже в первой части мы немножко поспорили, какой спорт важный. Хотела поинтересоваться для вас самые интересные соревнования сейчас на Олимпиаде. За кем особенно пристально следите? Ну, я, конечно, в силу того, что я пловец, плавал в Клину с самого детства, конечно, я смотрю плавание. Красавцы просто неимоверные. То есть точеные фигуры. Я помню, как мы плавали. Сейчас, конечно, все поменялось кардинально. То есть это, безусловно, фаворитный вид спорта для меня. Ну и теннис, конечно. Безусловно. Я вот смотрел с удовольствием, гимнастика была, и вот жду синхронное плавание. Понятно. Елена Борисовна, а у вас есть предпочтения по видам спорта? Ой, как у меня, знаете, супруг говорит, олимпиады это сплошные нервы. Во-первых, мы сначала нервничали, когда мы узнали, что наших легкоатлетов не допускают. То есть я, например, сама участник хоровых олимпиад. Я понимаю, что это такое, когда ты выстраивал планы, когда ты выигрывал конкурсы, когда ты готов выступать, и тебе говорят, извините, до свидания. Вы будете выступать там через 4 года. Но ведь в жизни людей, может быть, это была последняя олимпиада, когда они могли показать свои результаты. Поэтому с точки зрения, во-первых, развития спорта, мне очень понравилось, как один из иностранных спортсменов сказал, что мне неинтересно будет, к сожалению, на этой олимпиаде, потому что нет русских легкоатлетов. То есть это ставится под сомнение, даже те медали, которые будут завоеваны. И плюс, конечно, просто задержава обидно, почему допустили вообще такие вещи. А сейчас мы очень переживаем за то, что наших пара олимпийцев, простите, а они-то почему попали под разборку. Из видов спорта, безусловно, это гимнастика, безусловно, это плавание. То есть это очень красивый вид спорта. Я с Аркадием согласна. Великолепные фигуры, что у девочек, что у юношей. Особенно, когда я посмотрела фильм про наших спортсменов, которые в течение жизни вели себя к олимпиаде, например, Александр Попов, и у него была такая травма жуткая, которая могла вообще повлиять на то, что он не будет выступать на олимпиаде. То есть вот труд, труд, адский труд, адский просто. Терпение, повиновение, отказ от каких-то удовольствий, вообще подчинить свою жизнь вот этой цели, достижению цели, высокой цели, не ради себя. Вот это просто достойно восхищения. Поэтому, вы знаете, я бы хотела призвать всех наших жителей. Вот когда мы организуем соревнования, поверьте мне, для спортсменов очень важно, так же, как и для музыкантов, важно, когда приходит очень много любителей, и вместе, да, болельщики, вместе со спортсменами переживают вот эти вот моменты. Нас, конечно, простите, телевидение развратило, потому что это качественные съёмки, это показ лица, или показ, так сказать, я не знаю, там, отдельных элементов игры. Но когда ты приходишь на стадион, а я в последнее время больше, теперь, так сказать, тоже с ребятами нахожусь на стадионах или в спортивных сооружениях, вот этот адреналин, который ты испытываешь, он, ну, ни с чем не сравним. Поэтому у меня большая просьба. Пожалуйста, поддерживайте наших спортсменов. Нам это очень важно и в хоккее, и в футболе, и в теннисе, и на фитнесе, и греко-римская борьба, и карате, и художественная гимнастика, и плавание. Понимаете, когда кричат «Ура! Браво!» и так далее, это невероятный будет успех и желание победить у наших юных спортсменов. У нас время стремительно заканчивается. Мы можем почувствовать наших спортсменов в ближайшую субботу, если можно, коротко. Елена Борисовна, что ждёт Клинский район? 13-го числа мы предлагаем вам большую программу и на стадионе «Строители» с 10 утра, и на стадионе «Химик», и в «Лидере» в 11 часов спортивные соревнования. Я должна сказать, «Высоковск» очень большая программа, и «Посело». Значит, смотрите, пожалуйста, программу на сайте, у нас на сайте, и на сайте «Клинсити». «Клинсити.com». Я хочу подчеркнуть, что 13-го числа нас поддерживает наш дом «Музей Петра Ильича Чайковского». И с 11 часов в Демьяново у нас состоится открытие, ну, так мы говорим, старых традиций Игры 19-го века, во-первых, и прежде всего городки. И для вас будет показана изумительная программа, на мой взгляд, это Елизавета, бал Елизаветы, поэтому, Екатерины, и мы бы очень хотели, чтобы на всех наших мероприятиях и соревнованиях конечно были зрители. Будьте активными участниками, будьте вместе с нами, независимо от погодных условий. А в 16 часов мы вас ждем в амфитеатре, чтобы вы с вами громкими аплодисментами встречали парад наших спортсменов. В первых рядах у нас будут идти ведущие тренеры, а затем каждое учреждение со своими спортсменами. Мы вас ждем. Уважаемые телезрители, добавить тут нечего. Ждем, встречаемся все на празднике. Спасибо, что были сегодня вместе с нами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok